Провозглашенный глава так называемого киевского патриархата Филарет снова требует от своей паствы жертв. Во время очередной проповеди он призвал убивать жителей Донбасса. Это, по мнению Филарета, не грех. Можно ли, защищая свою землю, убивать, лишать жизни? Является ли это убийством? Нет, братья и сестры, это не есть убийство, и это не является нарушением заповеди Божьей. Мы не нарушаем заповедь Божью, не убей, когда защищаем свою землю. Мы не идем захватывать чужие земли, а защищаем свое. А еще Филарет назвал виновников украинского кризиса и войны на юго-востоке страны. Во всем, по его мнению, виноваты жители Донбасса. Корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе, и тех, которые находятся в Москве. Неправда в том, что Донбасс – это веками украинская земля, и там жили и живут украинцы. Поезжайте вы по селам Донецкой или Луганской области, там живет коренное население. Это люди, которые приехали из России и других республик Советского Союза или Российской империи и поселились на украинских землях. Досталось от главы украинских греко-католиков и папе римскому Франциску за, как выразился Раскольник Филарет, советскую пропаганду. Потому что папа римский назвал войну в Донбассе «братоубийственной». Воинственные проповеди главы непризнанной украинской церкви уже послужили сигналом для самых рьяных последователей. По всей Украине националисты и отряды правого сектора громят православные храмы и избивают священников. Я вам гарантую! Я вам гарантую, что никто тут вырезает! Я вам гарантую, что никто тут не знает, что это! Этот человек не пускает верующих в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что в селе Стенка Тернопольского района. Его поддерживают более полусотни бойцов правого сектора в камуфляжах и балаклавах. Они оцепили храм и не дают священникам вести службу. А нынко закрытие! Конфликт начался из-за того, что боевики пытались во всеоружии войти в храм помолиться. Верующие православной общины села отказались их впускать, объяснив, что каждый человек может войти в храм, когда в нем совершается богослужение. Однако заходить в Дом Божий следует без оружия и с открытым лицом. Но молодчики отказались снимать балаклавы, сославшись на филарета, который разрешил им молиться с закрытыми лицами. А этих верующих сторонники филарета не пускают в свято-христовоздвиженский храм села Угренев. Люди пришли помолиться, а им объявили, что они все делают неправильно. В результате конфликта несколько человек обратились за медицинской помощью. В Ковеле Волынской области неизвестные перелезли через ограду Воскресенского кафедрального собора и разбили кувалдой все фонари, а затем выломали двери храма. Сигнализация по неизвестным причинам не сработала. Местная милиция даже не ищет преступников. За последние месяцы произошла целая серия нападений на православные храмы Московского патриархата. Два храма подожгли в Киеве, еще девять храмов пострадали в Ровенской области. Алексей Дубровскому.